Открыли путь для водных потоков и рыбы. Жигулевская гидроэлектростанция начала сброс холостой воды на плотине. Ожидать ли подтопления населенных пунктов и как ГЭС встречает это весеннее половодье, узнал наш корреспондент Дмитрий Лобанов. Жигулевская ГЭС к весеннему половодью готова на все 100%. На плотине первые три затвора поднимают на полметра. Постепенное открытие происходит прежде всего для сохранения рыбных ресурсов. Каждый день объемы пропуска воды будут увеличиваться. С 16 апреля решением межведомственной группы Федерального агентства водных ресурсов установлены режимы сбросов 16 тысяч метров кубических воды в секунду с постепенным ростом до 27 тысяч до 20 апреля. И с 20 апреля по 1 мая мы будем выдерживать этот режим пропуска поводков. На объемы воды прежде всего влияют сбросы Нижнекамской и Чебоксарской ГЭС, а также боковая приточность соседних рек. Однако Олег Леонов отметил, что подтопление населенных пунктов вдоль Волги из-за спуска воды не предвидится. Но могут пострадать дачники. «Именно угрозы населенных пунктов нет вообще. Есть угроза подтопления каких-то дачных участков, как обычно. Те, кто хочет быть ближе, тот за это потом и платит. Потому что дачные участки, расположенные в зоне подтопления, они очень зависимы». Еще одна особенность половодья в этом году. Впервые с 2012 года Жигулевская ГЭС встречает поводок в Самарской области с 20 работающими гидроагрегатами. Такое стало возможно благодаря масштабной программе реконструкции турбин. «Завершены плановые ремонты гидрогенерирующего оборудования. Это половодье мы встречаем. Все 20 гидроагрегатов у нас в строю, в работе. Работала комиссия, паводковая комиссия. Произведен осмотр, в том числе с участием представителей Ростехнадзора. Подтверждена готовность к пропуску половодья. Замечаний у нас нет». Специалисты Жигулевской ГЭС отмечают, эта зима выдалась холоднее предыдущей. Несмотря на это, Куйбышевское водохранилище заполнено до отметки 51 метр 85 сантиметров. Максимальная – 53 метра. Руководители станции успокаивают. На время половодья ведется круглосуточный контроль изменения гидрометеорологической обстановки. А значит и поводов для ЧП меньше. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии. Жигулевск.